МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях жизни Владивостока. С вами я, Юлия Ракотская. И вот, что произошло в нашем городе к этому часу. Всероссийский театральный марафон стартовал с Владивостока. В приморскую столицу прибыли ведущие деятели искусства нашей страны. Открытие прошло на приморской сцене Мариинского театра. Я думаю, что это будет новое слово в театральном искусстве. В приморце отметили крещение. В храмах прошли богослужения, а жители совершили омовение. К христианским традициям присоединились также исправительные учреждения. Соревнования по робототехнике профессии будущего состоялись и во Владивостоке. В ДВФУ собралось порядка 200 школьников Дальнего Востока. Целью мероприятия, наверное, чтобы привлечь как можно больше детей в техническую сторону. Именно чтобы они, наверное, забросили свои планшеты, игры какие-то и занялись робототехникой. Также в выпуске сезон запасаться лекарствами. В Приморье превышен порог по гриппу и вирусным инфекциям. Еще расскажем, пятница стала самым аварийным днем недели 2018 года. Больше всего ДТП зарегистрировано на территории Владивостока. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. В Приморье на 12% сократилось количество преступлений в общественных местах. Таковы данные краевой полиции. Бытовых преступлений стало меньше на 23%, разбойных нападений на 30%, а грабежей на 20%. На 14% снизился уровень подростковой преступности и хищений транспортных средств. Стало меньше на 26%. Данные о состоянии преступности в регионе озвучены на заседании коллегии УМВД России по Приморскому краю. В ее работе принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяка. Глава края поблагодарил приморских полицейских за работу, отметив, что Приморье – непростой регион. Приморье – непростой регион с точки зрения обеспечения безопасности и правопорядка. Это огромная территория, на которой проживают около 2 миллионов человек. И, безусловно, здесь проходят важнейшие народные и политические события. В вашей профессиональной работе есть успехи. Это снижение целого ряда показателей по преступности. Губернатор акцентировал внимание органов внутренних дел на важности пресечения экономических преступлений. В частности, в долевом строительстве, лесной промышленности, налоговой сфере, мошенничества в отношении граждан. Безусловно, ваша помощь в раскрытии этих преступлений, выявлении защитников, будет иметь огромное значение по пресечению таких действий. В целом, я думаю, что мы будем действовать слаженно. Работу будем организовать совместно. Работа должна быть направлена на искоренение всех видов преступности, которые мешают развитию региона. И какие бы ни были застаренные проблемы, я думаю, что совместными усилиями, шаг за шагом, мы будем делать все, чтобы жизнь в Приморье для жителей, для гостей. А вот, наверное, скафорное, чтобы действительно Приморье раздостоинство внесло тот высокий статус столицы Дальнего послания. Два лесных пожара ликвидировали в Приморье на выходных. Одно возгорание произошло в Партизанском районе на территории сельского лесничества. Второй пожар потушили в Дальнегорском городском округе. На утро понедельника на территории Приморья были выявлены шесть тепловых аномалий. Всего с начала года в регионе произошло 14 лесных пожаров. Особый противопожарный режим введен на прошлой неделе в четырех муниципалитетах Приморья – Уссурийске, Партизанском, Октябрьском и Хасанском районах. С 11 января в 19 муниципалитетах края объявлено открытие пожароопасного сезона на части земель лесного фонда. К слову, огонь угрожает и национальному парку в Приморье. Инспекторы земли леопарда держат оборону от огня. Сотрудники находятся в режиме повышенной готовности в связи с напряженной пожароопасной обстановкой в Хасанском районе. Инспекторы усиленно контролируют ситуацию у границ охраняемых территорий для обеспечения безопасности мест обитания редких животных. Напомню, причиной раннего начала лесных пожаров в крае стала малоснежная зима. Специалисты подозревают новый случай ящера в Михайловском районе. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на ветеринаров. Ранее опасное заболевание было выявлено на свинокомплексе Русагра. Михайловская станция по борьбе с болезнями животных информирует о подозрении на заболевание крупного рогатого скота ящером в личном подсобном хозяйстве в селе Дубки, говорится на сайте администрации района. В свою очередь представитель станции уточнил, что результаты анализов специалисты пока не получили. Ящер подозревают у одной коровы, которая содержится в личном хозяйстве. Специалисты ждут результатов отобранных проб. Ранее сообщалось, что на свинокомплексе Русагра в Приморском крае выявлен ящер. Из-за вспышки заболевания будет уничтожено 480 животных и проведены карантинные мероприятия. По данным компании, потери для ее бизнеса незначительны и не повлияют на сроки запуска производства. Эпидемический сезон заболеваемости гриппом ОРВИ, характерный для этого времени года, продолжается в нашем регионе. Так, заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрировалась выше уровня эпидпорога среди совокупного населения на 6,5% с 7 по 13 января, сообщает Роспотребнадзор. С начала эпидсезона из числа вирусов гриппа выделено РНК вируса В и А, H1N1, H3N2. Наряду с вирусами гриппа продолжают циркулировать вирусы негриппозные, теологии парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие. Возбудители передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем. Напомню, лучшей защитой от гриппа врачи называют прививку, вместе с тем от остальных простуд она не защищает. И далее к другим темам. Прошедшая в конце 2018 года пресс-конференция с президентом России Владимиром Путином спровоцировала волну обсуждений, как в социальных сетях, так и в СМИ. Для Приморья самым обсуждаемым стал вопрос представителя Владивостока Сергея Мильвита, заданный последним лично главе государства. О том, что успел, а что упустил на пресс-конференции, Сергей Мильвит рассказал в эфире Радио Лемма. В конце декабря миллионы жителей России прильнули к экранам и мониторам. 21 декабря ушедшего года состоялась прямая трансляция 14-й по счету пресс-конференции с Владимиром Путиным. В зале, где сидел и отвечал на вопросы СМИ глава государства, находились 1700 журналистов, среди которых оказался и житель Владивостока. Певец ансамбля Тихоокеанского флота и общественный активист Сергей Мильвит побывал в эфире у Андрея Калачинского на радио Лемма. Журналист сразу же поинтересовался об особенностях коммуникации с президентом, который необходимо было усвоить Мильвиту в ходе пресс-конференции. Вы были с табличкой. Я читал в вашем интервью, что нужно следить за глазами президента. Как только глаза президента смотрят в мою сторону, нужно вставать и кричать. «Любимый президент! Я из любимого Владивостока! Я Сергей Мильвит!» Я как бы уловил до того момента, когда и в какой момент все-таки нужно задать вопрос. Пойманный общественником из приморской столицы момент оказался удачным. Сергей таки сумел задать вопрос. Вернее, сразу несколько вопросов в вопросе Владимиру Путину. Среди прозвучавших тезисов оказалась и пенсионная реформа, и городская экология, и еще немало тем. В общей сложности монолог Мильвита длился около четырех минут, что является почти абсолютным рекордом для регламента пресс-конференции с президентом. Однако, по мнению приморской общественности, Сергей некорректно воспользовался шансом донести проблемы Владивостока и края до главы государства. Основные аргументы, сбитые в одну кучу темы, облаченные в крайне эмоциональную речь. Сам общественник объяснил свою неуверенность на конференции стрессом. И когда мне сказали, да, вот давайте громче всех, Мильвит Сергей, давайте, у меня потерял, потерял Дарвич, честно говоря. Просто давайте теперь внятно, не как тогда в Москве, расскажите, какие вопросы в этот раз, в декабре 2018 года, вы поставили перед президентом. Кроме того, что вы его благодарили, благодарили и благодарили. Сейчас, сейчас. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Спасибо вам большое за то, что дали, предоставили мне слово. От всей души, от всех владивостокцев хотел бы выразить благодарность о принятом вашем решении, что Владивосток теперь столица Дальневосточного федерального округа. В ходе эфира Сергей объяснил, что же именно он хотел донести до президента России. Подробно прошелся по каждому из пунктов, озвученных на пресс-конференции. К слову, по итогам медиамероприятия уже составлен официальный список поручений главы государства. Так, Министерству спорта рекомендовано рассмотреть совместно с администрацией Приморского края вопрос о причинах прекращения строительства спортивного комплекса в Владивостоке. Министерству просвещения определится со школой номер 55, которую закрыли. О Генеральной прокуратуре провести проверку законности строительства коттеджей в микрорайоне Снеговая Пать. Что в этом плане уже сделано, мы расскажем вам в ближайшем выпуске новостей 8-го канала. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом. Православные приморцы вместе со всей страной на выходных отметили праздник Крещения Господня. К традиционным купаниям присоединились сотни человек. В крае для этого было официально согласовано 23 места, 18 из которых проруби. На русском острове прошел крестный ход от Свято-Серафимского монастыря до Иордани. А в храмах были организованы праздничные богослужения. Следуют христианским традициям и те, кто находится в местах лишения свободы. Продолжит тему Светлана Садовая. В 41-й исправительной колонии строгого режима Сергей находится восьмой год. Но и здесь стараются не изменять здоровым привычкам. Говорит, моржует всю жизнь с самого детства. Однако окунуться в купель на крещение – способ не только в очередной раз закалить тело. Нужно, говорит осужденный, еще насколько это возможно – очистить душу. Для меня это вообще обряд очищения. Каждый год, как бы, ну и так, а мимо этого я, как бы, всегда в холодной проруби не играю. А для меня это, как бы, нормально. Крещенские купания в исправительной колонии номер 41 проводятся с 2015 года. Тогда здесь установили купель в форме креста, которую осужденный сделали своими руками. С каждым годом желающих окунуться в нее становится все больше. Данное мероприятие является, ну, своего рода воспитательной мотивацией осужденных. Ну и в последующем данная купель консервируется, ставится на хранение. На следующий год, ну, ее достают, расконсервируют, заполняют водой. Опять же, проводится обряд и, соответственно, ежегодно проводится купание. В этом году в обряде приняли участие 30 человек. Некоторые окунулись в ледяную воду трижды. Как-то вот требует обряд. Всего за неоднократные преступления в исправительной колонии номер 41 содержится около тысячи осужденных. Максимальный срок наказания – 27 лет. С заключенными постоянно встречается отец Владимир. Он каждую неделю приезжает в колонию и ведет со спецконтингентом беседы. А в скором времени у отбывающих наказания появится возможность помолиться в храме, который достраивают в колонии. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Госавтоинспекция Приморья назвала самый аварийно опасный день недели 2018 года. Им стала пятница. Так, за минувший год зарегистрировано свыше 25 тысяч аварий. Из них 88% с материальным ущербом. Погибли 308 человек, получили травмы 3,5 тысячи участников движения. Повреждено 47,5 тысячи транспортных средств. Отмечен рост трех основных показателей аварийности. На 2% возросло количество ДТП, на 16% число погибших в авариях людей, на 3% число травмированных. По времени суток пик ДТП пришелся на промежуток 16 до 18 часов. По видам аварии лидирует столкновение транспортных средств. Основная их доля произошла в городах и населенных пунктах. Выделяются при этом Владивосток, Уссуриск, Находка и Артем. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... В Приморье дали старт всероссийскому театральному марафону. Со сцены Мариинского театра жители поздравили ведущие деятели искусства. Во Владивостоке выбрали лучших робототехников. Соревнования в ДВФУ объединили порядка 200 участников. Крау пообещали небольшой снег и потепление, а рыбакам вновь запретили выходить на лед. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра САНОС. Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмпункт медицинского центра САНОС. Это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемое повреждение. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами Юлия Роакотская. И мы продолжаем. В Приморье дали старт всероссийскому театральному марафону. Со сцены Мариинского театра жителей поздравили ведущие деятели искусства. Во Владивостоке выбрали лучших робототехников. Соревнования в ДВФУ объединили порядка 200 участников. Краю пообещали небольшой снег и потепление, а рыбакам вновь запретили выходить на лед. Всероссийский театральный марафон стартовал во Владивостоке. Ольга Голодец, Владимир Мединский, Александр Калягин, Илза Лиепа приняли участие в торжественной церемонии открытия, которая состоялась на приморской сцене Мариинского театра. Театральный марафон продлится весь 2019-й. Напомню, указом президента этот год объявлен в России годом театра. Для открытия всероссийского театрального марафона выбрали жемчужину русского балета «Спящую красавицу». После спектакля открытия эстафету приняли 85 регионов России. Как Владивосток принимал почетных гостей масштабного события в следующем материале. Наших уважаемых гостей встречают аплодисменты. Из города в город от театра к театру масштабная эстафета началась во Владивостоке. Важные государственные деятели и знаменитые артисты. Ольга Голодец, Владимир Мединский, Александр Калягин, Илза Лиепа. В фойе приморской Мариинки гостей встретили первые 11 участников всероссийского театрального марафона. Нашему великому русскому российскому многонациональному театру «Уруй! Архал! 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 Архал!» 85 регионов России, свыше сотни театров. По предварительным прогнозам, 400 спектаклей участников театрального марафона увидят 30 миллионов зрителей. Сегодня очень много здесь среди нас именитых актеров, руководителей учебных заведений театральных, много руководителей театров. Это очень серьезный повод поговорить о профессиональной части развития театра. Очень хороший повод подумать о зрителе, о развитии репертуара. И я думаю, что это будет новое слово в театральном искусстве. Гастрольные показы пройдут в виде эстафеты. Так, например, из Владивостока Приморский драматический театр отправился в Хабаровск, а Хабаровский музыкальный театр в Южно-Сахалинск. Финальной точкой станет Калининград. Это уникальный культурный проект, и для нас большая честь находиться на его старте. И Владивосток уже в новом статусе дальневосточной столицы. Безусловно, сейчас возьмет на себя обязательство быть еще и культурной столицей Дальнего Востока. И мы видим, что этот театральный марафон, который открывает год театра в России, сам по себе значим и с точки зрения гастрольного тура. Это праздник не только театра, актеров, тех, кто здесь работают на этих сценах по всей стране. Это праздник зрителей. И прежде всего, этот год театра – это год зрителя. Символ года театра – статуэтку с гербами всех участников театрального марафона, которая будет переходить из города в город, Ольга Голодец передала губернатору Приморья Олегу Кожемякову. В представлении в честь старта Всероссийского театрального марафона приняли участие коллективы Дальневосточного федерального округа «Ярославский театр имени Волкова», а также студенты филиала Академии русского балета имени Агриппины Вагановой во Владивостоке. Церемония завершилась балетом «Спящая красавица» на музыку Чайковского в хореографии Мариуса Петипа. Анна Бережная, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Владивостокская крепость может стать Федеральным музеем-заповедником уже в этом году. Самореализация проекта запланирована на первую половину года. Крепость – уникальный объект, который включает более 800 фортов и дзотов. Объектом долго не занимались, но сегодня Министерство культуры предлагает создать на базе крепости Федеральный музей-заповедник, в который войдут музейный центр с постоянной экспозицией и исторические объекты. Как отметил директор Приморского государственного музея имени Арсеньева Виктор Шалай, хочется, чтобы это был настоящий городской проект, создающийся для людей и призванный сохранить национальное наследие и обеспечить к нему цивилизованный доступ. Сейчас музей Арсеньева, на базе которого планируется создать музей-заповедник Владивостокская крепость, ведет активный диалог с Министерством культуры, чтобы понять, какие есть возможности на ближайший год-два, чтобы определить объекты, с которыми можно начать работу в краткосрочной перспективе. Уже в четвертый раз во Владивостоке выбирали лучших робототехников из 186 юных участников. Ежегодные дальневосточные соревнования профессии будущего прошли в ДВФУ. В программе конкурса несколько дисциплин «Танковая атака», «Робофутбол», «Робоволейбол», «Робосумо». Узнавал, что такое «Робоспорт» наш корреспондент Дмитрий Беломеснов. Собрать робота для Егора – дело несложное. Он участник различных соревнований, как региональных, так и всероссийских. В этот раз за два часа ему нужно сконструировать и запрограммировать сумоиста, хотя сам Егор уверен – справиться с задачей и за полтора часа. Главное – правильность действий. Сложность только в том, чтобы механизм двигателей был сильным и смог столкнуть противника с круга. Программа у него очень легкая, и остальное тоже легкое очень. Егор, как и десятки других сверстников, принимает участие в соревнованиях по образовательной робототехнике профессии будущего 2019. В этом году площадкой для битв юных техников стал ДВФУ. В программе конкурса заявлено несколько дисциплин – танковая атака, робофутбол, робоволейбол, робосумо. В робофутбол играют командами по три человека. В конструкции роботов есть специальные клешни, которыми машина может забивать мячи в ворота на мини-поле. Моделями также управляют с помощью пульта. За победу в робоволейболе борются ребята старших возрастных групп, которые могут написать программу для робота и создать более сложную модель. Это продвинутая версия старого, и его преимущество в том, что у нас установлена новая плата Тракдуина, и в случае чего нам не придется выходить на 30 секунд, а нам достаточно просто переподключить блютуз. Самая сложность – это вот в этих серводвигателях, которые вот здесь стоят, и вот в этом механизме. Ну и в основном тут, ну, в крепкости конструкции еще. Перед роботами-волейболистами стоит задача – за определенное время перебросить на поле соперника как можно больше мячей. Для конструкторов важно создать машину, которая будет работать идеально, без боев. У нас он, я считаю, самый сильный, так как этим роботом мы победили на всероссийских соревнованиях уже и не один раз. Сложность сборки в том, что тут очень много контргаек, также много винтиков, болтиков, которые, если один не прикрутил, то робот или не поедет, или что-нибудь отвалится. Робототехника и в целом техническое творчество становятся все популярнее среди детей. В этом году соревнования собрали 186 участников. На «Русский остров» съехались команды из Владивостока, находки «Уссурийска», «Спаска Дальнего», «Арсеньева», «Хабаровска». Организаторы утверждают, занятия роботами сегодня доступны для каждого желающего. Целью мероприятия, наверное, чтобы привлечь как можно больше детей в техническую сторону, именно чтобы они, наверное, забросили свои планшеты, игры какие-то и занялись робототехникой, которая у них развивает, во всяком случае это видно на занятиях, развивает и мышление абстрактное, и навыки конструирования, и программирование. А у зрителей и болельщиков соревнований была возможность принять участие в мастер-классах по нейроинтерфейсу, поуправлять роботом, познакомиться с детским программированием, создать предметы с помощью 3D-принтера или получить свое же трехмерное изображение. Дальневосточное соревнование по образовательной робототехнике профессии будущего 2019 – хороший старт для будущих инженеров, физиков, специалистов IT-технологий. Победители конкурса будут представлять Дальний Восток 1 и 2 мая в Нижнем Новгороде на всероссийских соревнованиях по робототехнике и нейротехнологиям. Для дошкольников и школьников – деталька. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Японское море хотят переименовать. В Восточное правительство Японии намерено весной провести консультации с представителями Республики Кореи и КНДР по данному вопросу. Решение принято в ответ на требования Международной гидрографической организации. Она призвала Токио найти компромисс с Сеулом и Пхеньяном по этой крайне болезненной проблеме. Южная Корея и КНДР с начала 90-х годов требовали переименовать Японское море в Восточное. Последнее время Сеул стал склоняться к тому, чтобы использовать на картах оба названия. По мнению корейских государств, Токио навязал мировому сообществу нынешний термин в рамках своей колониальной политики в начале 20 века. Япония в свою очередь утверждает, что название Японское море было принято еще в XIX веке по инициативе европейских картографов. Сейчас специалисты настаивают на том, чтобы участники спора пришли к компромиссу. Отмечу, в России акваторию между Приморьем, Японией и Корейским полуостровом называют Японским морем. Начало наступившей рабочей недели в крае обойдется без осадков, будет умеренно морозно. Со вторника давление над краем начнет падать, температуры повысятся от 2 до 4 градусов. Как сообщает Примпогода, к середине недели с районов Китая подойдет очередной циклон. В Приморье местами пройдет небольшой снег. Минимальная температура воздуха от минус 17 до минус 27 на побережье – минус 8, минус 15. Максимальная будет колебаться от минус 4 на юге и до минус 17 на севере. Во Владивостоке первая половина недели будет сухое солнечное. По сообщениям спасателей, выход на акватории запрещен. Лед подвижен из-за ветра. Его толщина в бухтах Приморья составляет до 65 сантиметров. К слову, серьезных снегопадов приморцам, похоже, не видать и в феврале. Синоптики опубликовали предварительный прогноз на последний месяц зимы. Согласно ему, температуры в регионе в феврале будут около средних многолетних значений, а вот осадков ожидается меньше обычного. И далее о спорте. Приморочка дважды выиграла луч. В повторном матче тура приморские волейболистки вновь одержали сухую победу над московским лучом. А вот Спартак Приморья проиграл Буревестнику в Ярославле. Подробнее расскажет Дмитрий Беломеснов. Приморочка вновь одержала сухую победу над московским лучом со счетом 3-0. Самым результативным игроком в составе нашей команды стала Марина Иванова, на счету которой 15 очков. В первой партии наша команда выиграла со счетом 25-15. Во второй луч вел в начале и в концовке партии. Когда Приморочка оторвалась в счете, смог сократить отставание до двух очков 22-20. Но хозяйки завершили партию со счетом 25-21. А третий так же уверенно, как и первый 25-16. Напомним, накануне в первом матче 10-го тура высшей лиги А Приморочка так же уверенно обыграла московский луч. Встреча завершилась сухой победой со счетом 3-0. Спартак Приморья завершил выезд поражением в Ярославле. Матч с Буревестником закончился со счетом 54-72. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Амарк Алхоун, набравший 25 очков. Счет точной трешкой открыл Бабайлов. В середине первой четверти у Спартака было преимущество плюс 6 очков. Но начался провал, который продолжился во втором периоде. И Буревестник кардинально исправил ситуацию. Приморцы к концу первой половины сократили отставание до одного броска. Но в последней атаке Кривошеев сфолил на Александрове во время дальнего броска. И экс-форвард Спартака Приморья из сборной России реализовал все три броска без сопротивления. Бывший игрок нашей команды в составе Буревестника Бутенковс не оставил шансов Спартаку на спасение, забросив 2 с фоллом и увеличив разницу в счете до 21 очка за 2 минуты до конца матча. Следующие игры Спартак Приморья проведет на домашней площадке. 24 января будет принимать московскую МБА, а 27-го – ижевские купол-родники. Дмитрий Беломеснов, новости спорта на Восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Всероссийский театральный марафон стартовал в Владивостоке. В Приморскую столицу прибыли ведущие деятели искусства нашей страны. Открытие прошло на приморской сцене Мариинского театра. Приморцы отметили крещение, в храмах прошли богослужения, жители совершили омовение. Исправительные учреждения также присоединились к христианским традициям. Соревнования по робототехнике, профессии будущего состоялись во Владивостоке. В Дальневосточном федеральном университете собралось порядка 200 школьников Дальнего Востока. Сезон запасался лекарствами. В Приморье превышен порог по гриппу и вирусным инфекциям. Пятница стала самым аварийным днем недели 2018 года. Больше всего ДТП зарегистрировано на территории Владивостока. Краю пообещали небольшой снег и потепление, а рыбакам вновь запретили выходить на лед. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра, вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное. Владивосток. Больше значит интереснее. Новые пингвины поселились в Приморском океанариуме. 8 новых пингвинов Гумбольта, 4 мальчика и 4 девочки проходят обязательный карантин, а затем пополняют существующую стаю. По мнению орнитологов, в этот момент начнется самое интересное. Новичков больше. Только поэтому они могут полностью изменить порядок, сложившийся в стае. На Дальнем Востоке новоселов, которые прибыли из Словакии, кормят корюшкой и мойвой. Новичков уже сейчас приучают к установленному принципу кормления. Взял рыбку, уступи место следующему. На забавных птиц во время кормежки смотрим вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом. Рактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Рактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова